Пристально следить за работой в Ярославле призвана городская жилищная инспекция. Именно она, глаза и уши городской власти в деле управления многоквартирными домами. Какие сегодня есть механизмы воздействия на управдомы? Насколько реально все-таки навести порядок в домоуправстве? Об этом мы поговорим с руководителем городской жилищной инспекции Екатериной Мусиновой. Екатерина Юрьевна, приветствую. Здравствуйте, Юля. Здравствуйте, уважаемые зрители. Каким из управляющих компаний наибольшее количество нареканий на сегодняшний день? В Муниципальной жилищной инспекции постоянно ведется аналитика обращений граждан. Мы рассматриваем, по каким вопросам обращаются, какой процент исполнения предписаний. Наибольшее количество обращений граждан поступает от жителей Держинского, потом идет Заволжский район, потом идет Ленинский район. А по каким вопросам чаще всего обращаются жители? Районы у нас разноплановые, поэтому вопросы у жителей чаще всего разные. Но жители Держинского района чаще всего обращаются по вопросу ремонта крыши и подъездов. Жители Заволжского района чаще всего по вопросам ремонта инженерных систем дома. Жители Фрунзенского района – это фасады и крыши. А какие меры предпринимаются для того, чтобы воздействовать каким-то образом на управдомов? По поступлению обращения граждан муниципальной жилищной инспекции ведутся проверки. При выявлении нарушений выдается предписание, затем идет проверка о исполнении предписания. Если предписание не исполнено, то управляющей компании выдается повторное предписание и накладывается штраф. Не снимается предписание с контроля до момента устранения нарушения. А такие случаи уже были? Да, только в отношении управляющей компании Дзержинского района за 2016 год составлено более 200 протоколов. Только Дзержинский район в двоечниках ходит? Больше всего в отношении Дзержинского района. На втором месте у нас управляющая компания Фрунзенского района, на третьем месте управляющая компания Ленинского района. По количеству составляемых их протоколов. — Скажите, Екатерина Юрьевна, а как жители города могут в свою очередь сами подействовать на ситуацию, повлиять на ситуацию? Как отстоять свои права на получение качественных коммунальных услуг? — Если жители считают, что их права нарушаются, что они не получают надлежащую коммунальную услугу, не надлежащую обслуживанию своего дома, то они имеют полное право обратиться как в органы муниципального контроля, так и органы государственного контроля. Также, если жители считают, что управляющая компания их все-таки не слышит, они имеют полное право выбрать другую управляющую компанию при проведении общего собрания. — Спасибо за комментарий. Гость студии был руководитель городской жилой инспекции Екатерина Мусинова.